Здравствуйте, в эфире первого городского проекта «Место происшествия». В студии Алина Котрихова и сегодня в программе. Избивал годами. Жители Нововятска подозревают в убийстве своей гражданской супруги. Газовый баллон довел до трагедии. 92-летний житель Нагорска погиб при пожаре, пытаясь установить в доме газовый баллон. Не подчиняется. Я установил, согласен. Но он на спущенном колесе. Въехали в Советск. Вот иди перелез. Я видел, видел, что он перелез. Мировой судья вынес приговор жителю Советска за повторное пьяное вождение. Хотела разыграть сценарий плохого детектива житель Нововятска, но не вышло. Мужчину подозревают в убийстве своей гражданской супруги. После случившегося он решил отвести от себя подозрение и притворился, что нашел ее уже убитой. Все подробности в рубрике «Сводка». 45-летний подозреваемый в ту ночь был пьян. Внезапно он напал на свою 41-летнюю подругу и стал ее бить руками и ногами по голове. Женщина скончалась на месте. Буян ушел из дома, а чуть позже сказал своему знакомому, что случайно нашел гражданскую супругу убитой. Однако на допросе мужчина признал вину и раскаялся. Сейчас он задержан, на него завели уголовное дело. Подозреваемый характеризуется отрицательно. Он не раз был судим за истязание и причинение тяжкого вреда здоровью своей сожительнице. 15 июня в Нагорске 92-летний местный житель пытался установить в квартире деревянного дома газовый баллон. Из-за этого в жилище вспыхнул пожар. Огонь уничтожил крышу, стены и имущество. С возгоранием боролись 16 человек. После тушения на месте нашли погибшего хозяина квартиры. Назначены экспертизы. Подсчитывать ущерб теперь придется руководству авторемзаводов Посегова. 18 июня там загорелся склад цеха деревообработки. На место выехало 17 пожарных расчетов. С огнем боролись более 50 спасателей. Склад находится рядом с жилой зоной. По словам местных жителей, они писали петицию и собирали подписи против строительства складов с пиломатериалом. Но получили отрицательный ответ. В результате пожара обгорели покрытие склада, сырье и продукция. Алина Котрихова, Место происшествия. Мировой суд Октябрьского района вынес приговор жителю Советска за повторное пьяное вождение. Напомним, в феврале у ночного клуба водитель БМВ устроил погоню, врезался в сугроб и перепрыгнул на пассажирское сидение. Итог такой езды в следующем сюжете. Да, без света. Давай. Ой, заносит его. Ездить без света, устраивать занос на спущенном колесе и превышать скорость. Любимое занятие пьяных водителей. А еще они любят не подчиняться требованиям инспекторов об остановке. Не подчиняется. Не остановится. Согласен. Но он на спущенном колесе. Есть еще одна особенность. Иногда во время погони пьяный водитель бросает руль, прыгает на пассажирское сидение, а машина врезается в сугроб. О, в сугроб въехал. Выходи. Перелез. Я видел, видел, что он перелез. Выходи из машины. По-нормальному. В комсусле. Выходи из машины. В комсусле. Вы водитель от транспортного средства, БМВ. Выходите, пожалуйста. Часто пьяные водители говорят, что за рулем ехал кто-то другой. Кто ехал? Я не ехал на машине. Сзади сидел. Я не ехал, да? Сзади сидел. Она здесь стояла, да, какое-то время? Да? Я сзади сидел. Можете видеосъемку снять. А кто? А кто ехал тогда? Я говорю, можете видеосъемку. Я понял. Кто ехал? Я говорю, можете видеосъемку. То есть вы не хотите ответить на этот вопрос? Кто ехал? По словам Руслана, он спал на заднем сидении. Погони он не заметил, как и удара о сугроб. Ничего такого нету, да. Она же равно остановилась. То есть вы все-таки видели, что она остановилась? Я люблю ее. Я чувствую, что мы не влепились никуда. То есть вы не спали, вы чувствовали? Так если бы мы врезались куда-то, мы точно бы почувствовали это. Пассажир БМВ и хороший друг Руслана Саид признался, что за рулем ехал именно Руслан. Он ехал, да? Который сейчас сидит вот. Все понятно? А у вас было двое в машине всего? Да, двое в машине. Сугроб ехал немножко, да? Ну да, ну можно что делать. Как выяснилось ранее, водитель БМВ Руслан Радыгин уже был судим по уголовной статье. При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления. Личность виновного, которая официально нетрудоустроена по месту жительства, характеризуется удовлетворительно. Ранее судим. В качестве обстоятельства смягчающего наказания суд учел признание подсудимым вины и раскаяния в содеянном. За повторное пьяное вождение судья вынес Радыгину наказание два с половиной года в колонии-поселении. Также Радыгину запрещено управлять автомобилями в течение трех лет. Приговор суда не вступил в законную силу. Михаил Вагин, Сергей Пичугин, Павел Москвин. Место происшествия. Впереди у нас короткая реклама и вот что вы увидите после нее. Разозлился и прокатился. В Кирове вынесли приговор мстительному угонщику Вячеславу Бересневу. Стой! Остановимся! Не актер, но весьма талантливый. Зачем ты? Тогда не подхерпися. А! Блин! А! Он меня стукнул! Грудь заявление написать. Обязательно хочу. У барона улицы Юровской ночной патрули сотрудники ДПС задержали пьяного водителя. Помощь в любой ситуации. ДТП-сервис это независимая экспертиза. Оценка ущерба и качество ремонта. Юридические услуги. Установление вины в ДТП. ДТП-сервис. Гарантированное возмещение ущерба. 42-55-42. Вы смотрите проект «Место происшествия». Мы продолжаем выпуск. Октябрьский районный суд вынес приговор мстительному угонщику Вячеславу Бересневу. В феврале этого года в гаражном кооперативе на улице Жуковского 56-летний мужчина ударил ножом своего знакомого и угнал у него машину. Все потому, что тот отказался ему помогать с ремонтом. Если не поломалась по машине, я бы не стал убить. В тот день у 56-летнего Береснева сломалась машина. Он шел по улице Дзержинского и заметил знакомого, который сидел в своем автомобиле Рено. Мужчина попросил товарища помочь ему с ремонтом, но тот отказал. Вячеслав не на шутку разозлился и решил проучить обидчика весьма странным образом. Меня так съело, что нечего не поводить их сидеть. И башня-то и стукнула. Забрать машину, он говорит, покататься. Приятеля Вячеслав все же уговорил доехать до гаража на улице Жуковского. Там на месте мужчина схватил нож и ударил им в спину несколько раз. После этого сел за руль Рено и поехал. Правда, далеко угонщику уйти не удалось. Он не справился с управлением и застрял в сугробе. После чего Вячеслав бросил автомобиль и ушел пешком. В ходе проведения разыскных мероприятий сотрудники полиции обнаружили угнанный автомобиль. Он был найден застрявшим в снегу в районе Слободы Сергеева. Угонщика нашли быстро и доставили в отдел полиции. Потерпевший был госпитализирован. Следователи возбудили уголовное дело по факту угона с применением насилия. За это преступление Октябрьский районный суд назначил ранее несудимому Вячеславу Бересневу 6 лет заключения. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Приговор пока что в законную силу не вступил. Алина Котрихова, Место происшествия. В лучших традициях малого и большого театров исполнил миниатюру пьяный водитель «Шевроле Коптива». Декорации и публику лучше не придумаешь. Это бары с собутыльники мужчины. После задержания он хотел наброситься на репортера, но в одно мгновение притворился жертвой и потерпевшим. Для убедительности действа не хватило только пустить на сцене слезу. Оценил актерский талант водителей наш корреспондент Павел Москвин. Активисты ночного патруля подсказывают полицейским, где ездит водитель «Шевроле Коптива». Увидев патрульные машины, он сделал робкую попытку скрыться. Водителю попросту некуда было уехать. Он остановился и вышел из машины. Предъявлять инспекторам документы Игорь не хотел. Ставил свои условия. Игорь на прощание помахал приятелям, с которыми он только что отдыхал в баре. Те ответили с сожалением. Узнать о делах водителя пришла вскоре постоянная обитательница местного заведения. Игорь вскоре надоело сидеть в патрульной машине. Он под запись видеокамеры захотел проявить свой актерский талант. В МХАТ его бы точно не взяли. Но друзьям его сценические способности явно понравились. После оформления отказа от экспертизы, Игорь вместе с приятелями продолжил веселье. Михаил Вагин, Сергей Пичугин, Павел Москвин. Место происшествия. Сейчас мы прерваемся на короткую рекламу. Не переключайтесь и смотрите далее. Повалился на бок. На улице Карла Маркса камера зафиксировала, как мотоциклист упал на железнодорожный переезд. А если он грохнется, блин. Прополз по водосточной трубе. Он разобьет стекло, наверное. На филейке очевидцы наблюдали за человеком-пауком, который забирался на второй этаж. Вы смотрите проект «Место происшествия». Мы продолжаем выпуск. На улице Карла Маркса камера зафиксировала, как мотоциклист упал на железнодорожный переезд. Об этом и других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор». На улице Карла Маркса водитель мотоцикла с пассажиркой пытался обогнать машину с камерой уже до переезда и не справился с управлением. На Слободском тракте нарушитель на 14-й едва не спровоцировал ДТП Сауди. На перекрестке улиц Преображенская и Дериндяева автобус на повороте чуть не сбил девушку. На улице Московской девушка на Фольксвагене не заметила мотоциклиста. На студенческом проезде дорогу делили водитель машины с камерой и шофер на Дастере. Моя полоса, ваша там полоса. Вот смотрите, вы выехали по встречной полосе, вот же улица-то у нас. Обернитесь назад. Обернитесь назад. На филейке очевидцы наблюдали за Человеком-пауком, который забирался на второй этаж. А если он грохнется, блин. Мужчина прополз по водосточной трубе, смог открыть окно и благополучно залез в квартиру. Он разобьет стекло, наверное. Залез. Михаил Вагин. Место происшествия. И это все на сегодня. Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия и сняли его на свой мобильный телефон, присылайте видео на наш электронный ящик mpkerovsobaka.inbox.ru или звоните и сообщайте по телефону 47 3302. Также выпуски про это место происшествия вы можете посмотреть в нашей группе ВКонтакте. А у меня на этом все. В студии была Алина Котрихова. До встречи.